Сельская медицина в Украине на грани выживания. В амбулаториях и фельдшерских пунктах практически нет лекарств, оборудование не меняли полвека, лаборатории и стомат-кабинеты попросту закрываются, не выживают. На днях президент пообещал выделить 4 миллиарда гривен из спецфонда, чтобы как-то исправить ситуацию. И деньги действительно не помешали бы. Наши корреспонденты побывали в селах Ивано-Франковской области. Посмотрите. Эта амбулатория в селе Коршев построена еще во времена Австро-Венгерской империи. Когда-то здесь была милиция, потом военкомат. Сейчас этот пункт медпомощи обслуживает почти 6 тысяч человек. Работники заведения жалуются. Помещение слишком мало. Да и капитального ремонта давно не было. Я уже, когда мы перешли на семейную медицину с 92-го года, с своими силами, с силами предприемцев, мы делаем ремонт. Держава, фактически, нам за эти годы выделяла мизер. Оксана Семенюк работает в этой амбулатории почти 50 лет. Говорит, за это время оборудование здесь не меняли. Аппарат в ВЧ нам нужно конченовый. Вот эти аппараты 60-х лет. То, что вы от них хотите? Работники амбулатории не раз просили чиновников приобрести хотя бы гематоглобинометр, без которого довольно сложно поставить правильный диагноз. Вот, например, нам сейчас требует гемоглобин в садочек сидеть, идут и нас отправляют к колумию, ватинию, делать анализ крови. В прошлом году в селе уже закрыли стоматологический кабинет. С октября не будет работать и лаборатория. Вот этот фельдшерский пункт села Лески размещен в сельском клубе. Зимой из-за холода, говорят медики, здесь просто невозможно работать. Воду приходится носить ведрами из колодца. Сейчас в ФАПе начали ремонт. Со средствами помог местный меценат. А вот с оборудованием и медикаментами ситуация критическая. Цього року мы взагалі не отримували ні одной ампулы, взагалі ніякого лекарства не отримували на медпункт. Ні дезасобів, ніякихось бинтів, перевязочних, нічого. Районные чиновники уверяют, уже давно бы отремонтировали все фельдшерские пункты, но денег нет. В этом году на первичну медико-санитарную помощь сего Коломыцкого района предусмотрено 250 тысяч гривен. А медпрепаратов и вовсе нет. Их еще не закупили. Тендер проводили дважды и оба раза безуспешно. А вот лаборатории и стоматологические кабинеты, говорят чиновники, действительно закрывают во всей области. Все в рамках медреформы, которая в стране длится уже несколько лет. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.